Прекрасно. Так, сейчас мы находимся на острове Косамуи в Таиланде. Как это бывает, часто в путешествиях самостоятельно происходят интересные встречи. И, наверное, то общение, которое ты изначально хотел бы получить, то есть ты намерение выстраиваешь. И когда я на Косамуи приехал и посмотрел, насколько, в принципе, здесь большинство людей приехало за определенными целями, так называемыми, развлечениями, да? Вот. И было интересно познакомиться с несколькими иными людьми, с иными интересами. И вот в вегетарианском кафе мы с тобой познакомились. Тимофей из Москвы и в вегетарианском кафе, да, так буквально, наверное, сразу же как-то языками зацепились. И вот сейчас я в гостях на, как называется район этот? Бантай. Бантай. Ляш-Бантай. Ляш-Бантай. Тимофей, можешь рассказать немножко о себе? Вот ты говорил, что были периоды у тебя автостопа, самостоятельных путешествий. Сейчас твои путешествия имеют какой-то особый смысл. Я принадлежу к традиции. Одно время эта традиция была утеряна в советские времена ненадолго, а сейчас она опять возрождается. Это традиция такого русского духовного страничества. Калики перехожие, вот их еще называли. То есть смысл этой традиции, он в чем заключается? Что ты ездишь по разным местам. Значит, что это за места такие? То есть, во-первых, это места, где живут особо духовные люди. Что является критерием, вот я хотел спросить, что является для тебя критерием особо духовных людей? Особо духовных людей – это какое-то им присущее особое качество доброты. То есть доброта, вот сейчас мы находимся здесь, это буддийская среда. У них это доброта, не просто доброта как качество, а особая природа человеческая обозначается как природа бодхисаттвы. Бодхисаттвы, бодхисаттвы – это существо, которое живет только состраданием, добротой. То есть именно так вот. И вот есть такие люди уникальные. То есть это люди, они, можно сказать, не от мира сего. Ну, не обязательно не от мира сего, что аскет, который сидит в горах. Понятно, что они ведут нестандартный образ жизни, и для большинства они не от мира сего. Да, и вот мое такое страничество, то есть эти люди, прежде всего люди. Потом дальше места. Места, где считаются открыты особые каналы в потустороннюю реальность. Места духовной силы. То есть люди, посещая эти места, они чувствуют очищение, обновление. Вот, например, на Руси, вот, странничество, значит, часто происходило в том, что ты посещал, вот, какие-то, например, уникальные источники. Такой чудотворный источник, который… Можно немножко конкретизировать, вот, конкретно перечислить, можешь ли какие-то места, в которых ты был, допустим, в России и в других странах, просто, там, пять мест, скажем так, которые тебя впечатлили больше всего. Да, например, Соловки. Да, Соловки, да, то есть Соловки – это не что такое Соловки. То есть мы знаем, что там с 17 века монастырь существовал, значит, и в советские времена был концлагерь. А вообще в древнейшие времена считается, что это был один из центров русской гипербории. То есть если вот на одной стороне Соловков там находится монастырь, а на другой мы увидим там такие круги и останки каких-то древних цивилизаций, еще почти не изученных. Я немножко перебью в том плане, что эта тема очень интересная и о Соловках можно прям, ну, много, вообще разговаривать можно много, долго, интересно. Вот можно перечислить, вот именно перечислить какие-то вот места, да, конкретно, вот Соловки раз, еще. А потом Почаев. Почаев, да. Почаев, ну, опять же, важно это подчеркивать, почему я говорю Соловки вот так многогранно, потому что вот Почаев, то есть сейчас Почаев – это лавра, это монастырь, но для меня это не просто лавра и монастырь. Это место древнего такого солнцепоклонения, то есть поклонения Яриле, и потом оно дальше трансформировалось, например, вот, что возникла лавра. Лавра, и, то есть я встречался там с монахами, которые не в лавре живут, а помимо лавры есть, значит, там такие поселения странников, то есть они живут без паспортов по сей день, без паспортов, без электричества. Так их называют, как староверы, язычники, да, 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 ну, они как бы… Они ведьми не являются? Да, ну, то есть они как бы исповедуют у них кресты православные, но у них такая особая вера – водимость, то есть они сегодня здесь, завтра там, живут без паспортов, то есть меня пригласили в гости, значит, такой домик без электричества. Живут прям при свечах, никакого интернета, сотовый телефон, ходят заряжать. Язык такой же, как современный или отличается? Ну, язык такой же, но много слов, которые другие, которые люди не пользуются. Например, трапеза, вот мы сели… Трапезничать. Да, мы сели трапезничать. И вот они говорят над соловками, мы видим, мы видим, и не только мы, там, мы с тобой, а многие, кто приезжают, видят женщину в таком огненном сиянии, то есть они говорят, является Богородица. Да, слышал вот разных людей. Да, то есть вот такое, то есть кто-то, кто занимается уфологией, говорят, что это типа какой-то летательный объект. Понятно, Попачаеву понятно. Да, Попачаеву. А в других странах? В других странах. Вот в частности, например, в Испании. В Испании, значит, есть, значит, это район Каталонии. Есть горы, где считается, то есть это, значит, между Барселоной и Францией, горы, где жили, это их причисляют к катарской традиции, хранители чашек рааля. То есть вот так вот. То есть известно, что Гитлер отправлял экспедицию на юг Франции, юг Франции, север Испании в поиск рааля. То есть были сведения, что вот Катары, это особая такая общность, она противостояла римо-католической церкви. То есть у них были свои княжества, вот, значит, они хранили грааль. И вот, значит, если ехать по дороге от Барселоны до Ниццы, то в горах можно увидеть разрушенные замки. И вот эти замки принадлежали Катарам. Вот, и, то есть я посещал вот эти места. Вот, и вот, в частности, значит, сейчас в Европе идет возрождение Катаризма. Вот, и там вот в горах, на севере Испании, живет один очень просветленный мастер. Его называют Иоанн Святого Креста в Испании. Вот, то есть он, значит, возрождает вот эту традицию бессмертных. А как реагирует на эту Католическая Церковь? Католическая Церковь, ну, она как реагирует? Она, ей не очень это нравится. Это понятно. Вот, но, значит, видя, что сейчас идет такое возрождение, сначала, конечно, там, какие-то статьи писали негативные. Ну, буквально месяца два назад, значит, на региональном уровне собрался такой съезд. Я не знаю, как это не съезд назвать. Но смысл какой? Что католическая Церковь принесла извинения перед Богом за массовое убийство и сожжение Катар. То есть вот первые крестовые походы, первый крестовый поход был не в Палестину, первый крестовый поход был против Катаров. То есть вот из Катаров стали уничтожать, вот, и уже дальше началось. А здесь в Таиланде какие-то есть места силы, где их бывали? Да, вот в частности, например, на острове Панган, соседнее место, есть в горах особое место, где существует такое поверье, где присутствие небесной Девы Гуами. То есть люди переживают ее присутствие. Вообще Панган очень интересное место, это место, кто вхож в эту тему, это место присутствия духов, таких духов земли. То есть люди поклоняются духам. То есть это, в принципе, традиция, она по всей Таиланду, но сейчас из-за сильного влияния уже западной культуры это как-то забывается. А там особо, то есть вот на Пангане или в Таиланде, в других местах, вот, в таких более глухих, вот, именно поклонения, почитания духов. Да, да. Алло, алло. А, давай, ты, кстати, не на пляж, а, ну, я сейчас выйду, тогда тебя сейчас встречу, тогда. Да, 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 все, сейчас, ага. И можно последний вопрос еще? Вот результатом таких странств и путешествий что является? То есть личное самопознание или, например, какие-то доклады, книги? Да, значит, это и личное обогащение, то есть я и себя обогащаю, и второе, это, конечно же, ставит цель передачи знаний другим, кто этим интересуется. То есть, и, соответственно, пишутся книги, то есть в России есть издательство, в России, в Испании потом проходят семинары, лекции, то есть вот так вот. Это при Центре изучения духовных практик, да, в Испанском? Да, 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 да. Ясно. То есть фестивали проходят? Хочу пригласить к нам на Урал, то есть у нас довольно много и в Пермском крае, в Челябинской области мест сил. Да. Например, там на озере Тургаяк в Челябинской области дольмены найдены, на Урале у нас главный Уральский хребет, в городе Златоуст. Таганай, о котором рерихи писали, где также неоднократно видели различные знаки и НЛО. Ну и помимо этого, помимо энергетического аспекта, очень красивая природа. Да, я обязательно приеду, потому что сейчас на самом деле история России, которая была переписана, она только открывается. То есть считается, история России, она началась только тысячи лет назад. Но сейчас все больше что-то скрывается, что история России несколько тысяч уходит в гиперборею. И вот какие-то города, поселения, городища оказались просто стертые, забытые. Они их просто сознательно забыли. Да, забыли, убрали. Поэтому это очень интересно. Хорошо, благодарю. Да, благодарю.